Здравствуйте, друзья! Сегодня мы подошли к очень интересной и важной теме нашего курса. Потому как любые данные, перемены или объекты хранятся в нашей памяти, мы делим их на один из двух типов. Тип значений, то есть Value Type, или ссылочный тип, то есть Reference Type. На вводном курсе в программировании мы уже затрагивали эту тему в контексте параметров к функции. Мы учились передавать параметры функции по значению By Value и через ссылку By Reference. В первом случае мы передавали всю переменную, а во втором – лишь ссылку на место в памяти, где она хранится. В этот раз мы еще глубже рассмотрим эту тему. Первым делом в контексте типов данных, которые мы изучили на прошлом уроке. К типу значений, или Value Type, относятся Struct и Inum. К ссылочному типу, или Reference Type, относятся другие три типа данных – Class, Interface и Delegate. Подробнее об Interface и Delegate мы поговорим на следующих уроках. Итак, основная разница между Value и Reference относится к способу хранения в памяти. В первом случае мы храним весь объект, во втором – лишь ярлычок, ссылку на этот объект. Нам, как начинающим программистам, может показаться незначительным, как именно наша программа хранит наши объекты в памяти. Ведь главное, чтобы она сделала то, что мы от нее хотим, и не так важно как. Тем не менее, нам очень важно это учитывать. От этого напрямую зависит скорость программы. Медленная программа, не укладывающаяся в поставленные перед ней рамки, никому не нужна. Кроме того, есть ряд операций над объектами, которые мы не сможем выполнить, не зная, к какому типу он относится. Value or Reference. Я надеюсь, что смог убедить вас. Если нет, не страшно. Следующий пример поможет вам увидеть разницу между Value Type и Reference Type. Перед нами простая программа, которую мы уже рассматривали на прошлых уроках. Она распечатывает объект типа Время. В этот раз мы создаем тип данных Time при помощи слова Struct. Struct Time имеет три поля Hour, Minute и Second. Больше в нашем Struct ничего нету, ни конструкторов, ни методов. В функции Main мы создаем объект Struct Time, MyTime. Даем значение всем его полям и затем распечатываем их в нужной форме. Для нашего примера мы создали еще одну функцию AnyTime, которая принимает объект типа Time и обнуляет значение всех его полей. Внутри Main мы передаем функции AnyTime наш объект MyTime и затем распечатываем его заново. Попробуйте нажать на паузу и вспомнить наш урок о разнице между Value и Reference в контексте параметров к функции. Попробуйте ответить, что именно распечатается после вызова функции AnyTime. Обнулить ли функция поля нашего объекта. Посмотрите, еще раз мы берем объект MyTime типа Time, передаем его функции, которая обнуляет каждый из его полей.